я приветствую друзья на канале веселый инженер надеюсь что праздники все прошли сегодня завершающий праздник большое рождество чем всех православных поздравляю но один подписчик не написал в контакте до сообщения почему меня на канале нету видео с разбором узлов фрезерного обрабатывающего центра щипу и действительно я проанализировал свои видео и понял что такого видео нету и если спрос на такой видео урок конечно существует а я решил снять видеоролик такой простенький где объяснить поделиться какими-то своими соображениями по конструкции именно фрезерного обрабатывающего центра с чипу дали фрезерного станка щипу какого часто называют поговорить какие есть основные узлы какие есть новые разработки возможно также я надеюсь что в комментариях вы обязательно дополните это видео своими какими-то мыслями или может быть даже какими-то взглядом на новая конструкция данного оборудования и так если снаружи досмотреть то есть снаружи как бы рассматривать этот станок то естественно он имеет защитные экраны да то есть это безусловно и безусловно сейчас получится каламбур условия да для чего это на так называемые станки кабинетного типа да то есть в данном оборудовании это помогает сделать обработку полностью безопасная также использовать смазочно-охлаждающие жидкости в процессе резания под большим давлением и вот эти брызги которые будут разлетаться они не будут попадать на пол тем самым ухудшая нашу культуру производства и просто расход смазочно-охлаждающие жидкости что здесь есть естественно есть корпус да есть стружкоотводящий конвейер он может быть реализован как сбоку так из тыльной стороны станка может выходить обычно он используется какой-нибудь шашлыка вы до или какие-то винты стоят то есть но реализация абсолютно разная главная задача такого конвейера это отфильтровав от сош вывести все отходы металла наружу и в какую-то емкость и дальше на утилизацию как устроен сам станок внутри сам станок имеет естественно стол кстати это является одной из базовых характеристик данного оборудования то есть размеры стола то есть идет ширина и длина стола это базовая и основная характеристика то есть если вдруг вы будете приобретать такого вида оборудования вы должны обязательно указать какой стол вас интересует да и в принципе если вы будете изучать каталоги с данным оборудованием то вы сможете уже тоже посмотреть какие там используются столы для ваших целей но основная задача понятно чтобы деталь поместилась на этом столе выступать она за пределы стола не должна то есть если деталь выступает то вы значит неправильно подобрали оборудование для вашей обработки еще одна характеристика это высота то есть максимальная высота вы должны учитывать что шпиндель поднимается на определенную высоту и опускается да то есть он тоже на определен есть какое-то расстояние то есть если ваша деталь по высоте достаточно большая то вы тоже должны учитывать плюс здесь учтите что будет еще стоять инструмент то есть это дополнительным вылет его тоже отминусовываете и должен быть какой-то зазор так сказать для маневров обычно всегда закупается такое оборудование с запасом так со столом мы разобрались естественно мы если дальше проходим то мы имеем стойку щипа куда она может быть различная может быть часа очень распространены фанук да то есть китайцы много используют да ну также может быть и сименс хотя сименс уже в последнее время в наших так сказать странах снг редко используется но все же также вы видите здесь есть есть и в основном это везде присутствует такой вот так называемый до пистолет с сош да то есть для чего он нужен то есть когда вы обработали деталью берете этот пистолетик и поливаете вымываете всю стружку если какая-то круг корпусная деталь большая да то есть вам понадобится для вымывания стружки вымываете стружку и также после окончания обработки далее окончания даже смены вы полностью рабочую зону обмываете этим пистолетом смываете все отходы так сказать вашей работы что еще мы здесь видим здесь видим и шпиндель безусловно шпиндель это одна из основных частей то есть вы должны тоже в базовых характеристиках иметь понимание что здесь есть определенный конус но в основном берется конус 40 есть даже помощнее конус 50 это уже для таких более мощных станков в основном это в среднем а 30-40 на конус идет для того чтобы сюда устанавливать инструмент здесь также присутствует но это не только здесь это практически во всех станках но можно и без этого как вы видите конвейер со сменным инструментом то есть сюда вставляются конуса в эти конуса вставляются какой-то режущий инструмент как вы видите здесь 24 позиции может быть столько и не надо но это классика то есть 1224 да то есть классические такие загрузочные барабаны и здесь автоматическая смена с помощью такого перехвата происходит инструмента так но здесь вот все понятно да то есть загрузчик до инструмента трубки сушат эти трубки они тоже почему не гибкие потому что различные есть вылет инструмента касание инструмента в разных точках и постоянно нужно регулировать чтобы ваша суш поступала именно непосредственно саму зону резания тогда ваш инструмент будет равномерно что очень важно охлаждаться и своего стойкость будет максимально возможная которая только на которую он рассчитан вот смотрите что здесь вот в этом эмуляторе да что в симуляторе да вот здесь сбоку окошко сделано и вот здесь сбоку окошко сделано а в реальной жизни обычно эти окошки не делать то что в них попросту ну нету смысла никакого потока зачем там сбоку наблюдать или с этого боку наблюдать тем более здесь и стружко-уборочный конверс стоит ящик вообще даже не подойти это как бы на откуп именно конструктору который это все делал но скажу так что обычно в жизни они не делаются здесь глухие стенки потому что функционально это не нужно обратите внимание что здесь имеется такие вот защитная кожуха да такие серенькие вот эти защитная кожуха для чего не нужны и вы должны обратить внимание что в на вашем оборудовании должны быть мало того что установлены вы должны постоянно следить за их целостностью для чего они нужны под этими кожухами находится направляющие здесь вертикальные здесь горизонтальные и здесь тоже горизонтальные только уже в другом направлении направляющие ваш стол перемещается по осям x y z все эти 8 он перемещается с помощью шарика винтовых приводов то и они ну может быть не шариковинтовые различные езда то есть какие-то привода и эти на пропаните направляющим двигается стол тут он двигается как по иксу да также по игреку и так как у вас происходит обработка попадает деталь сюда в таком виде да ну может быть как поковка например ли отливка скорее имеется какая-то грязь и а также отходит стружка мелкая крупная различная она ни в коем случае не должна контактировать с вашими направляющими если этот контакт не исключить с помощью таких защитных кожухов то в совсем скором времени ваши направляющие попросту выйдут из строя и станок будет требовать дорогостоящий ремонт напоминаю что такой симулятор фрезерного станка также другие программы вы можете приобрести написав мне на почту совсем перечнем можете ознакомиться в описании к этому видео всех еще раз праздником всем до рва пока пока